Бицепсы это, наверное, мышца-рекордсмен по популярности. Придите в любой зал, поглядите вокруг. Большинство людей будет качать именно бицепс. Однако, как ни странно, похвастаться реально большими руками могут при этом единицы. Причем в большинстве в своем химике. Про то, как ускорить этот процесс без глотания таблеток, то есть как реально накачать бицепс обычному человеку, смотрите это видео. Совет номер один. Качайте бицепс с большим числом повторений. Двуглавая мышца плеча состоит из короткой головки. Наружная. И длины головки внутренние. Кроме того, сгибание руки в локтевом суставе, она выполняет еще поворот в супинацию кисти наружу. Это знают все. А вот что состоит в большей степени из красных медленно сокращающихся волокон, знают немногие. Что из этого следует? Первое. То, что упражнение для бицепса, если вас зовут не Арнольд, а фамилия не Шварценеггер, следует выполнять не в силовой, а во многоповторной манере. То есть, не бояться делать в подходе от 12 до 15 повторений. Второе. Бицепс мышца маленькая. Закачивать ее целым комплексом, состоящим из 4-5 упражнений, смысла нет. Два базовых и одно изолированные упражнения на блоке. Вот достаточный объем нагрузки для роста бицепса для обычного натурального бодибилдера. Третье. Урезать отдых между сетами от 40 до 60 секунд максимум. Медленно сокращающие мышечные волокна, из которых состоит бицепс, плохо справляются с силовой нагрузкой. Зато от ее уплотнения в виде суперсерий просто пищат от восторга. Совет номер два. Качайте бицепс сидя. На первый взгляд кажется, что коль упражнение выполняется сидя, то отдача от него меньше, чем от стоящей версии. Ибо количество блинов на штанге, сев на лавку, обязательно придется уменьшить. В большинстве случаев это правда. Но правда также и то, что сгибая руки со штангой стоя, мы задействуем целый ансамбль мышц от поясницы до ног. Некоторые умельцы подъем штанги на бицепс превращают в тяжелоатлетические упражнения для всего тела. Выглядит это круто, но толку ноль. Другими словами, садясь на лавку и качая со штангой, либо с гантелями, мы делаем нагрузку более чистой и акцентрированной, направляя ее точно по адресу, в двуглавую мышцу плеча. Ну как тут не вспомнить Ларри Скотта, первого человека в истории накачавшего бицепс объемом в полметра. Главное же то, что накачал он его сидя, сгибая руки на пюпитре, который спустя время все стали называть не иначе, как скамья Скотта. Совет номер три. Начинайте тренировку бицепса с подтягиваний. Подтягивания у всех и всегда ассоциируются со спиной. Однако, мало кто знает, что согласно результатам исследований, подтягивания это еще одно из лучших упражнений для развития общей массы и силы двуглавой мышцы. Другими словами, перед началом комплекса упражнений на бицепс есть смысл выполнить 2-3 подхода подтягивания и только затем переходить к обычным сгибаниям рук со штангой или гантелями. Бицепс и все связки рук при этом хорошо прогреваются, наполняются кровью, и дальнейшая тренировка рук пойдет просто на ура. Совет номер четыре. Качайте мышцы бицепса медленно. Стандартный темп выполнения упражнения от 1 до 1,5. То есть, поднимаем штангу быстро, опускаем в 1,5 раза медленнее. Зачем? А затем, что негативная фаза рулит, ибо опускать снаряд нам помогает земное притяжение. Поэтому, когда мы замедляемся, убираем его из уравнения и повышаем нагрузку на целевую группу. Создание мощных бицепсов без химии – дело непростое, но реальное. Нужно лишь перестать слепо копировать программу тренировки рук профессиональных бодибилдеров и трезво оценить свой генетический потенциал. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok